Всем привет, друзья! На связи МК, меня зовут Михаил Крошин, и я наконец-таки вышел на пенсию. Да, на пенсию в 30 лет, мне не 65, я не Бенджамин Бартон. В 8 лет я прослужил на Северном флоте, на подводных лодках. И если вы слышали или читаете новости, то 1 числа случилась большая трагедия в Баренцевом море. Погибло 14 высококвалифицированных подводника, специалиста. И именно в этой дивизии я служил. И за 5 дней буквально я до вылета из оленей губы встречал всех этих ребят, видел их. И для меня это было просто шоком. И очень грустно. Очень большая трагедия, и наша страна потеряла очень грамотных специалистов и профессионалов своего дела. И я надеюсь, что такого больше не произойдет, и определенный круг лиц сделал выводы. Но давайте не будем о грустном и поговорим на тему нашего видео. В компьютерной области, как и в любой другой, всегда есть желание сэкономить. Зачем покупать дорогой процессор, если можно взять дешевле и разогнать его? Зачем покупать новую видеокарту, если можно зайти на авито, купить бэушную, либо с Али после майнинга, поменять термопрокладки, термопасту и спокойно юзать ее дальше. Но иногда такая экономия приводит к очень грустным последствиям. Так, например, блок питания уровня 500 ватт за 500 рублей обязательно рано или поздно отправит вашу материнку на тот свет и вместе с ним захватит ваш новенький Xeon. Но вот с материнскими платами не все так понятно и прозрачно. За что мы платим? Почему такая большая цена на одни материнские платы и такая низкая на другие? Поэтому в этом ролике мы попробуем с вами вместе разобраться, почему в дорогих сборках нельзя экономить на материнской плате. Поехали! Покупка дорогого ПК зачастую связана с разгоном. И вот тут Intel, потерявшая страх после выхода не самых лучших процессоров AMD FX, серьезно закрутила гайки. Увеличивать частоты выше максимальных можно лишь на определенных процессорах с индексом K на платах с Z-чипсетами. Разумеется, стоят такие решения дороже остальных, так что сэкономить тут не получится. У AMD тут все существенно лучше. Разогнать можно почти любой Ryzen на почти всех платах, кроме основанных на самом простом и дешевом А320 чипсете. Так что здесь придется платить как минимум за B или X чипсеты, стоящие дороже решений на А320. Давно уже прошли времена, когда топовые видеокарты обходились простеньким радиатором с одним вентилятором. Сейчас мощные RTX или Vega зачастую имеют по три вентилятора и радиатор толщиной в пару слотов PCI, так что вес в килограмм или полтора уже никого не удивляет. И проблема тут в том, что слоты PCI в отличие от видеокарт внешне не менялись. Это все тот же узкий пластиковый разъем, если в него вставить тяжелую видеокарту, то возможный результат можно увидеть на фотографии. Выхода тут два. Или колхозить подпорку, которая едва ли будет уместно смотреться в дорогом ПК, или же брать сплаты с металлизированными слотами PCI, которые способны выдержать вес современной топовой видеокарты. И разумеется, такие слоты в дешевых платах водятся очень редко, так что и здесь вам придется брать более дорогие решения. Кстати, если вы тоже столкнулись с провисанием видеокарты, расскажите в комментариях, как вы с этим боретесь. В сети продаются различные кронштейны, держатели и крепления, но многие используют подручные материалы, иногда они очень необычные. И хотя далеко не во всех современных играх есть хорошая оптимизация для двух одновременно работающих видеокарт, в самых дорогих сборках пару RTX 2080 уже не редкость. И разумеется, Intel и AMD отлично понимают, что раз у пользователя хватило денег на пару видеокарт, то и на более дорогую плату тоже их хватит. У AMD технология Sly работает только на старших X-чипсетах, у Intel это дорогие Q и Z. Так что и здесь вендоры сэкономить вам не дадут. Если с дешевыми ПК все более-менее понятно, там чаще всего ставится один небольшой SSD для системы и емкий HDD, как файлопомойка, то вот с более дорогими решениями зачастую требуется установка пары NVMe накопителей для максимальной скорости работы с данными. На платах с младшими же чипсетами обычно распаивается один слот M.2, причем часто с поддержкой лишь PCI-X2, а не X4. Так что тут опять же придется смотреть на более дорогие Q или H чипсеты в случаях с Intel или B и X в случае с AMD. А что если вы серьезно нагружаете процессор? Пока массовые процессоры были двух- или четырехъядерными, а техпроцесс уменьшался раз в пару лет, никаких проблем не было. Тот же четырехъядерный 14-нанометровый Core i5-6400 с частотой в 3 ГГц едва ли можно было заставить полностью использовать свой теплопакет в 65 Вт. Но в последние три года все изменилось. AMD выпустила восьмиядерные камни на 12- или даже 7-нанометровом техпроцессе, как, например, свежий Ryzen 7 3700X или даже 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X. У Intel уже тоже давно имеются восьмиядерные настольные монстры. Итог оказался закономерным. Даже младший шестиядерный Core i5-8400 зачастую может потреблять сотню Ватт при теплопакете в те же 65 Ватт. А восьмиядерный Core i9-9900K при хорошей нагрузке под разгоном способен скушать и 250 и даже 300 Ватт. Разумеется, это сильно сказывается на цепях питания процессора. Так как их КПД не 100%, то они начинают греться. Поэтому при разгоне топовых Core i7 или i9 радиаторы на VRM просто must-have, да и самих фаз желательно иметь хотя бы 6-8 штук. Поэтому очевидно, что всякие решения на H310 чипсете с тремя-четырьмя фазами без радиаторов это удел максимум Core i5. И то лишь только для игр, для более серьезной нагрузки вам просто придется переходить на дорогие платы со старшими чипсетами. Ибо только там есть хорошо сделанные цепи питания CPU. Разумеется, с решениями от AMD ситуация аналогична. 6- и 8-ядерный Ryzen, тем более 12-ядерные, особенно в разгоне, достаточно горячие и требовательные процессоры. Так что при работе с ними обойтись простенькой платой на A320 чипсете опять же не получится. Если зайти на Е-каталог в раздел материнских плат и отсеять материнки с радиаторами на VRM, то можно увидеть, что цены на такие устройства начинаются с 6500 на B450 чипсете. Intel на Z чипсете с радиаторами начинается и вовсе с 8000. Не забывайте перед выбором материнки заглянуть на профильные ресурсы и чекнуть температуры на выбранную вами мать, чтобы не ошибиться. Ссылки на материнские платы с радиаторами на VRM я оставлю в описании под видео. А если вы хотите красивый графический BIOS с подсказками к каждому пункту или индикатор посткодов, или хотя бы несколько светодиодов, показывающих состояние основных комплектующих? Правильно, за все это опять же придется платить, ибо на простых платах с младшими чипсетами до сих пор можно встретить стандартный сине-белый BIOS и решать проблему с незапуском ПК придется методом научного тыка, вынимая комплектующие по очереди. Нужен качественный звук или Wi-Fi? И снова вам помогут дорогие платы со старшими чипсетами. Конечно, Wi-Fi для ПК нужен не всегда. До сих пор удобнее и быстрее, надежнее подключаться к интернету по кабелю. Однако временами это бывает невозможно, и чтобы не занимать один слот PCI сетевой картой с поддержкой Wi-Fi, либо USB-адаптерами, обычно даже не поддерживающими 5 ГГц, проще купить плату с его поддержкой. И разумеется, на дешевых материнках его не будет. Так что придется раскошелиться. Судя по e-каталогу, самая доступная из свежих матерей с Wi-Fi будет стоить 6000 в случае с AMD и 7000 на чипсете с Intel. Это же касается и интегрированных звуковых карт. Базовым решением является Realtek ALC887. В более дорогие платы ставят ALC1220, который выдает звук ощутимо лучше, что особенно заметно в хороших накладных наушниках. И опять же, минимум 7500 за это заплатить придется. Давайте подведем итоги. Я не открою Америку, сказав, что чем дешевле плата, тем больше на ней сэкономил производитель. Урезается ВРМ, слоты расширения, биос, порты и так далее. В дешевых платах производители экономят на элементной базе. Вы не найдете там японских конденсаторов, а вот встретить удвоенные фазы питания можно очень часто. Они отличаются от полноценных урезанием элементов. Производители могут поставить пару дросселей параллельно, могут даже удваивать только MOSFET. В итоге, такие фазы оказываются ощутимо хуже полноценных. Например, у них ниже максимально выдаваемый ток. И если при сборке простого ПК у вас по сути нет выбора, так как переплата за лучшую видеокарту или процессор тут будет выгоднее, чем за лучшую плату, то в случае с топовым железом экономия на плате очень часто приведет к серьезному урезанию функционала, вплоть до невозможности нормального разгона процессора из-за слабых цепей питания. Так что, собирая систему с Core i9 или Ryzen 9 и какой-нибудь RTX 2080 Ti, не стоит брать к нему в пару плату на H310 чипсете или A чипсете в случае с AMD. Да, разумеется, все заработает, но вы лишите себя массы возможностей, выиграв от силы несколько процентов от конечной стоимости сборки. Конечно, кто-то скажет, что никто в здравом уме и твердой памяти не будет ставить Core i7 в пару плату на H310 чипсете. Увы, как вы можете видеть на скриншоте, этим грешат даже крупные магазины. Разумеется, относиться к таким сборкам нужно как к игровым компьютерам 4 ядра 4 гига. Иными словами, проходить мимо. Вот таким получился этот выпуск. Я постарался кратко и доступно объяснить, почему на материнских платах в дорогих сборках экономить не стоит. Если вам есть что добавить, обязательно напишите об этом в комментариях. И вот здесь вот сейчас появится значок МК. Если вы еще не подписаны, то добро пожаловать. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok